И что это у нас? В этот раз было первое кормление после зимовки. Мы их зимовали при комнатной температуре, но без точек обогрева. Хорошенечко позимовали. И сейчас мы их кормим первый раз, потом еще раз, и будем пробовать снова саживать Амазоку с кельтами. Потому что они уже взрослые, очень лапенькие. Они больше особо этого не вырастут. Посмотрим, что из этого получится. Ну и начало положено этим кормлением, скажем так. Всем привет! Сегодня мы наконец-то снимаем видео в новой террорийной комнате. И сегодня у нас кормление. Кормление крупных змей, кроликами. Начнем мы с гайданы, а потом пойдем по сеткам. Итак, кто хочет есть гайдану, гайдану проснись. Ну, чего ты? Не спи. Да, это твоя еда. Хватай. Ну, уже давай. Что ты ее смущаешь? Я возьму другую пинцет. Такими прихватками. Такой хваталку удобнее давать. Можно глубоко внутрь террариума кормового объекта засунуть. С пинцетом не очень удобно, когда крупный змей. И не очень крупный пинцет. Ничего не хочешь? Сторонно. А если длинный пинцет, так тяжело руке просто держать. А эта хваталка классная. Мы в каком-то видео уже рассказывали про эту хваталку. Она у нас очень длинная. Ну давай же. Вкуснятина. Нет. Она что-то не хочет. Я вообще начала именно с нее кормить. Думала, что она съест раньше всех. Зато сетки едят хорошо. Отлично, легко. Всегда. А теперь кельту. Хотя Гаяна обычно тоже всегда хорошо ест. Это, видимо, из-за того, что я ее пересадила и в новую комнату другой забыл. Эта хваталка моя, она такая крепкая, что она выдерживает большой вес. Я держу кролика, на него наматывается змея. И вот общий вес этот я легко поднимаю с помощью этой хваталки. Вот можно затолкнуть обратно, например, в террариум, если оба вывалились там из террариума. Всякое такое, чтобы без рук не хватать руками змею. Потому что бывает, что, например, если схватить не за голову, то она вполне может среагировать на руки и спустить кормовую объявку и схватить тебя за руку. Ну, это... Все свое схватили. Такое может быть. Такое обычно не бывает. Можно ее подталкивать рукой, например, если мешает дверцу закрыть. Казина, да, но, видимо, она из-за того, что другой воздух, хотя тот же самый террариум, то есть, в принципе, да, помыт он. Но, видимо, из-за запаха в помещении, хотя там не пахнет свежей краской или чем-то таким для человеческого нюха, да, ничего такого незаметного. Ну, вот, ей заметно. Сетки. Ну, вот, кстати, да, сетки у меня всегда на кроликах. Потому что кролики – это замечательная еда. Здесь разморозка кроликов, мясных пород, разного веса, под разных змей. Вот. Я тоже беру маленьких кроликов по 200-250 грамм, 300 грамм для полозов. Потому что это очень хороший корм, нежирный. Вот, это не только для змей полезно, но и людям полезно кроличье мясо. Я как раз беру участника, который занимается разведением кроликов местных пород. Ну, на мясо она их продает. Вот. И себе заодно берем. И змеям, в общем, так это получается хорошо. Хорошие кролики – еда для змей, нежирные, потому что… А мелкие вообще прикольно. Я не беру таких взрослых кролей, таких уже матерых, да, на корм. У меня, в принципе, таких змей нет. Амазонка ест, наверное, самых больших, да. Наверное, точно, самых больших кроликов. И они, ну, бывают по-разному. Два с половиной, два восемьсот, три килограмма. А уже то, что больше, оно более такие взрослые кролики, я ей таких и не даю, да ей по весу, получается, такого не надо. Вот. Но я ей бы и не стала давать совсем каких-нибудь четырех-пятикилограммовых каких-нибудь монстров, каких-нибудь самцов, наверное, такие, если остаются. Потому что обычно кроликов больше трех килограммов не выращивают. Этих на мясо до трех килограммов примерно растят, чуть больше может. Ну, по крайней мере, моя вот эта вот заботчица кроликов мясных, она так делает. Вот. А вот толстые там какие-нибудь старые с жиром, то есть они тоже нафиг не нужны. Вот. И змею вообще нельзя все жирные. Почему я и предпочитаю даже мелким змеям давать кролика, чем там двух крыс, например. Потому что крыса – это очень жирная пища. И многие об этом говорят, и надо об этом не забывать. Это реально очень жирная пища. Змеи в домашних условиях реально толстеют, и у них действительно скапливается жир. Даже если их кормить не часто или реже обычной нормы, все равно они жиреют на крысах. В последний раз я ей давала крысу, может, не хочет теперь кролика, хочет опять крысу. Хочешь крысу? Не хочешь кролика? Какая ты вредная. Поэтому обязательно нужно разгружать их птицей какой-то нежирной. Вот. Желательно, конечно, эта птица, если они из неизвестных источников, хотя бы промороженую разморозку потом давать. А в случаях с питонами, удавами, кролики – это хорошая такая замена крысам. Есть возможность подобрать по размеру, по весу, по размеру. Но, конечно, все равно даже мелкие кролики обладают большими головами, поэтому по вазам, например, не все съедят кролика, даже весом, как обычно, например, крыза, которую они едят, потому что у них головы большие. Вот. Ну, вот мои взрослые тонкохвосты едят 300-граммовых кроликов, 250-300 грамм. Вот. Они с ними справляются. Это мои более мелкие полозы. Ну, тонкохвосты – это довольно крупные полозы. Более мелкие не возьмут таких, таких крупных головок. Вот. Вот. В целом я очень довольна. Да и змеям очень нравятся они. Да им все нравится, конечно. Не знаю, что может сеткам не понравится кокаина. Они любят все, в принципе. Привет, Гаяна. В общем, мы попробуем ее еще раз предложить кролику. Если она откажется, то дадим уже крысу. Хотя, я думаю, это просто из-за того, что мы переехали в эту комнату, и ей было странно. Как-нибудь другому пахнет, и еще что-нибудь в этом духе. Сейчас посмотрим, как она нас вырегивает на этот раз. Да. Я была права. Я просто была странно. Ну, теперь ей уже не странно. Она там смяла свою газету. Вот. 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 Я поняла. Я постелила под кору газету. Мне коры было маловато. Думаю, постелю газету. Она все смяла. Ну, ничего. В общем, все она будет есть. Я не хотела ей крыс сейчас предлагать, потому что крыс надо сразу несколько ей давать. А с кроликами мне нравится. Плюс кролики менее жирные, а все-таки констриктов такие малоподвижные и склонные к ожирению. Поэтому кролики для них хорошая пища. И по размеру ей идеально. Раньше, когда мы поменьше были, ели там перепелов взрослых, я им дала разморозку. В общем, так. Короче, хорошая еда, кролики. Кушайте кроликов сами и кормите кроликами ваших змей. В случае с констрикторами еще тут что важно, что у них не очень большие желудки. Поэтому нельзя им давать слишком большой кормовой объект. Или, например, слишком много кормовых объектов за раз. Ну и плюс тоже, что по поводу ожирения они этим страдают. Потому что они вообще малоактивные, засадные, хищники. В отличие от сеток тех же самых, которые активные. Они хотя бы сами любят шевелиться. А эти предпочитают просто сидеть, ничего не делать и ждать, когда еда придет. Поэтому тоже вот выбираю. Мелкого кролика лучше дать, чем крысу. Вот. И это полезно. А с сетками что это? У нас в этот раз было первое кормление после зимовки. Мы их зимовали при комнатной температуре, но без точек обогрева. Вот. Так хорошенечко позимовали. И сейчас мы их кормим. Первый раз, потом еще раз. И будем пробовать снова саживать амазонку с кельтом. Вот. Потому что они уже довольно взрослые. Хоть они и карлики. Они больше особо это и не вырастут. Вот. Но мы будем пробовать снова. Пока что у нас как-то не складываются у них отношения. Что-то в последний раз там кельт пытался, заигрывал. Но что-то он как-то не очень активен был. Надеюсь, что зимовка это все-таки стимулирует именно в нем такое поведение сезонное. Какое-нибудь более настойчивое станет. Вот. В общем, посмотрим, что из этого получится. Ну, начало положено этим кормлением, скажем так. В общем, смотрите нас дальше. Дальше будет много еще интересного, я надеюсь. Комнату еще доделаем. Будет еще больше теров здесь. Больше всякого-всякого.